Вы всем привет, с вами я Владжер и сегодня у нас будет продолжение Зайчик. Погнали! И лицо какое-то у него неживое, тоже как будто в маске сидит. И голос его, густой и глубокий, окутал меня словно дым праздничного костра. Он и Ольга. Откуда ты знаешь наши имена? Ох, и намучились же вы, ребятки, пока сюда добирались. Откуда ты все это знаешь? Что ты, дедушка? Мы быстро дошли. Даже он улыбается. Как-то все это странно выглядит, Антон. Тебе не кажется? Тебе? Ладно, он говорит с говорящей лисой, как бы ему... Все будет нормальным казаться. Сестра говорила с хозяином замка иначе, чем с другими взрослыми. Звонко, беззаботно. Словно он был еще ровесником. Словно он был ее ровесником. Все знаю. Насколько ты все знаешь. Мне мои друзья докладывают. А как они у тебя сообщения пишут, звонят? И че? Как ментально, может, они тебе говорят? Алло, они все были с нами. Кто? Кто твои друзья? Так, давай, говори. Кто твои друзья? Давай, говори. Где живут? Чем занимаются? Нам интересно. Кто был покладистым весь год, того подарок утром ждет. А мы покладисты были весь год. А кто ленился и грустил, пускай он дедушку простит. Лентяем и грустяем конфет не запасаем. Ну, пипец, у тебя, конечно, рифмы тут идут. А я не ленилась. Ты уверена? И о том знаю. Он обвел нас пристальным взором. Маска Деда Мороза скрывала настоящее лицо. Все это время я молчал и смотрел. Мой взгляд будто примерз к старику. Я мог принять живущую в лесу детей и фантастические прыжки до луны. Но Дед Мороз в ледяном замке ошаращил настолько, что я лишился дара речи. Есть у меня для вас кое-что особенное. В его огромной руке появился мешок. В нос ударил запах какао, халвы и мандаринов. Спасибо, но мы уже ели конфеты. А там не конфеты, там шоколад. Ну, не шоколад, а типа, ну там, мандарины. Дед Мороз поглядел на меня внимательно. Разве то конфеты были. Так, одно название. А что ты хочешь нам дать? Вот у меня конфеты волшебные. Прямиком из Небыляндии привезенные. Ха-ха-ха-ха-ха. Из Небыляндии? Сразу бы вам их дал. Заслужили. Но есть правило. Ха-ха-ха. Надо бы вам три дедушкины загадки отгадать. Попробуйте. Давай. Я не успел разлепить превосход присохшие губы. Да! Воля, сама активная из нас. Слушайте первую. Давай. В нем живут машины и хранятся шины. Ну, это гараж. Я посмотрел по сторонам на детей в масках. Они замерли в углах, но их тени плелись на стенах. Что-то тихо гудело, и я подумал, рабея это ворчал их желудок. Гараж! Их желудки. Гараж. Верно. Мо, улыбка ушла. Теперь вторая загадка. Подключай, Антон. Я послушаю. Весь день ходит, как тень. Посудой гремит. На всех шипит. Я просто не понимаю, как мне комментировать новеллу. Типа, по сути своей, я играю от лица Антона. И комментировать, типа, как будто я являюсь Антоном. Скорее всего, да. Так надо. Но при этом, я могу еще комментировать, как в какой-то второй, третий человек. Ну, второй человек, который находится возле Антона. Типа, Антон думает, я говорю его мысли и делаю за ним. Я просто не знаю, как это комментировать лучше. Ну, то есть. Весь день ходит, как тень. Посудой гремит. На всех шипит. Весь день ходит, как тень. Посудой гремит. Ну, ветер. Я вопросительно вскинул бровь. Мама? Это, 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 нет. Он протя... А, Оля протянула руку. Можно я, можно я? Давай. Это кошка. Кошка. Верно. Осталась последней загадкой и подарки ваши. На всех шипит. Ну, не всегда, кстати, на всех шипит. Это вот Джоанна только от Полины так шипит. Верно, хо-хо. Остался последней загадкой и подарки ваши. Вот незадача, ребятушки. Подарков нет. Чтобы получить подарки, идите куда-то, принесите что-то и принесите мне. Возьмите что-то и принесите мне. Запамятовал я. О чем же была эта загадка? Что, сейчас хочешь предложить, чтобы мы с вами придумали эту загадку? Слушай, друзья, зверята нам подскажут. Ай, а что там было? Вот вы, вы этот. Алеша Попоевич, когда цыгане вокруг него так кружились. Что там было? Не помню. По-моему, коня ему отдали. Нам тоже коня сейчас отдадут, да? Ряженые дети с гоготом и топотом окружили нас со всех сторон, чтобы через мгновение закружиться в бешеном хороводе. Смутно запоминаешься пляску у моего окна в ту заполученную ночь. Мешок. Мешок! Да. И он высыпал из багрового мешка гору угощений. Каких я не видел даже в рекламе. Ну, то есть почему. А, сникерс, милкилэй. Ты что, сникерсов не видел в рекламе? Что там? Не грусти, съешь сникерсней. Или не тормози, снижь сникерсней. Жвачки самых разных форм и расцветок. Вкусно пахнущие с торчащими вкладышами. Твикс. Марс. Баунти. Киндер. Банан. Помело. Мандарины. Помело. Ладно. Так, а еще... А, погоди, я пропустил что ли? Я что-то пропустил. Леденцы размером с кулак и мандарины размером с Олину голову. Вот это типа мандарин, хочешь сказать? Не верю. А еще сникерсы, марсы, баунти и киндер сюрприз, которые мы так давно не пробовали. Ой, спасибо. Я вытер рукав выступающей слезы радости, когда мой внутренний голос убедил меня отбросить все сомнения. Именно этого я хотел для себя и сестры. Настоящая небыляндия без унижений и запретов. Наконец-то мы будем счастливы. Дед Мороз распрямился, покидая трон и воздел руки над угощениями. Звери по бокам тоже подняли лапы. Их глаза блистали ярче драгоценных камней. Пасть волка была мокрой от слюны. А будет пир на весь мир! Так, давай ты не это. Не косплей Дамблдора. Звери, толкаясь из рыча, бросились поедать конфеты одно за другой. Рты у них были вызваны чем-то темным. Сестра схватила первую попавшуюся конфету и содрала фантик. При виде этого я почувствовал, что внутри меня будто качнулся маятник. Смотрите. Оля смотрит на меня. Радуется. Грустная. Давайте пойдем от логичного. Мы с Антоном, будем говорить от третьего лица, как будто я, не я Антон, а человек, который с Антоном. Мы пришли сюда, к Дету Морозу, который находится в какой-то деревне Лапшинка, который дает нам конфеты. Также есть звери, которые ходят в масках. Волчонок, который убил Ромку, чтобы Ромка не убил нас. Вопрос. Нет. Это я не хочу. Я вцепился в Олю на запястье так, что она пискнула, то ли от боли, то ли от неожиданности. В шоке. По залу прошелся неосторожный шепот. Швелнулись ушки масла. Тени перебежали с места на место. Что такое? Что случилось? Ничего страшного. Просто Атоша верит в несуществующий диабет. Рассказни родителей. Разбудите меня, когда он перестанет валять дурака. Дед Мороз склонился надо мной. От него пахло карамелью и совсем чуть-чуть сыростью. Давайте не будем портить праздник, друзья. Сегодня каждый должен веселиться. Ешьте и пляшите! Оля пыталась оттянуть руку, но я не разрешал хватки. Но я не разжал хватки. Я смотрел на сладости, на высокого старика и принюхивался к просачивающемуся запашку. Гниль, маскированная приторным ароматом бунь дикого зверя. Казалось, какое-то сильное наваждение перестало действовать. Вернулся холод, усталость и страх. Спасибо, но мы сыты. И мы пойдем, наверное. Мама с папой переживают уже. Ну, вообще, кстати, правильно, да. Так, давай ты не будешь мешать. Ты просто дашь нам уйти. Я потянул сестру к выходу, но Алиса встала на паререз. В руках она держала фарфорную тарелку. Не померечивая, что блюдо наполнено опарышами. Но как только взгляд метнулся к подношению, вместо тошнотворно шевеляющейся массы, там оказался мармеладный змеяки. Прошу, Антон. Мы же друзья, правда? Нет. Мы даже больше, чем друзья. Вспомни, что я обещала. А что ты обещала? Никто не причинит тебе зла, пока я рядом. Пока ты держишь свое обещание. Слову нет, но мы не хотим. Дай нам уйти. Ну и тебе, не Оля. Давай, мы просто уйдем. Так что, съешь, пожалуйста, всего одну. Съешь, а? Антон, пусти! Ну пусти! Нет. Теперь и ты все мне запрещаешь, прям как мама! Ну ты сама подумай. Мы пришли к Деду Морозу, который сидит в какой-то деревне в лапшинке, в каком-то замке, где-то там в лесу, блин, в ямке, блин, в норе, блять, в канаве. Мы пришли к нему. Он нам дал кучу конфет. Ну, блять, немного странно, нет? Ты не думаешь, ты не думаешь, ты не думаешь, что это немного странно, Оля. Ну, блять, давай просто уйдем. Оля билась в истерике, селясь разжать мою хватку. Это неправильно. Это неправильно. А, нет. Все здесь какое-то неправильное. Да. Чувствуете, как у нее тон повысился? Она напряглась. Как ты думаешь, что делают те таблетки, которые ты глотаешь круглые сутки, ммм? Убирают тебя из моей жизни, например. Они изгажают реальность, путают мысли, уводят тебя со снежной тропинки. Ну и хорошо. Я с подозрением посмотрел на Алису, пытаясь найти, чем ей возразить, но не смог. Вспомнилась откровенная, окровавленная варежка Вова. Обрубленный палец Симеона в пакете. Все это были лишь иллюзии. Кто вы? А на кого мы похожи? На кошмары, терзающие мой больной рассудок. С нами вас никто больше не накажет, не запрет в комнате, не бросит в одиночестве. Отныне никто не заставит вас делать то, что вам не хочется. Откуда вы знаете, чего нам не хочется? Ну вообще, да. Может нам нрав... Подождите. Может быть нам нравится, когда нас запирают в комнате? Может нам нравится, когда нам что-то запрещают? Старик потрепал за ушком громко чавкающего волчка. Я знаю. Мне шепчут ветра и тени, холодные звезды и безграничные небеса. Они говорят, что дети не хотят взрослеть. Превращаться в тех, кто живет запретами, угрозами, наказаниями. Каждое следующее слово он говорил все громче. Голос его был громом, от которого волосы на голове встали дыбом. Все это будет вашим, стоит только захотеть. Я недавно проходил God of War Ragnarok, и там... Ну, вы же понимаете, что это за игра. И там Один, главный антагонист игры, говорил примерно такими же словами. Он такой... Величайшие знания в этой щели. Руку только протяни, они твои. А потом на по руке, и все. Поэтому... Не убедил. Стой только попросить. И со всем шепотом. Стой только согласиться. Не хотим. Согласиться. Вот Олю вы уже явно задурманили. Словно эхо повторила очаров... очарованная Оля. Да, моя дорогая. Не верь ему. Вкусить это. Не верь ему. Старец гнул перстом в сторону лисица. Я прошу тебя. Ради всех нас. Ради меня. Ради сестры. Зайчик, отведай хотя бы кусочек. Нет. И тогда ты все поймешь. Спасибо, что ты так ласково мне это предлагаешь. Спасибо, что ты меня сюда привела, но... Прикольно. Вот это очень прикольно выглядит. Отказаться. У меня возникло чувство, что ледяной ветер дует из дыр ее глаз. Из темных глазных провалов других зверей и долговязого... долговязого старика. Морда совы нервно подергивалась. Пасть волка стекала слюной. Медведь переминал с лапы на лапу, вразь избавившийся от сонливости. А сзади навысал тот, кто все это время притворялся Дедом Морозом. Я сказал, мы уходим. Вы сохранили человечность. Вопреки стиснув руку сестры, конфета выпала из ее пальцев, шмякнувся о пол. Теперь и Оля испуганно озиралась. Я сказал, мы уходим. Алиса передразнивала меня, и вопреки всему, я испытал острую обиду. Ах, ну какой же ты все-таки... Какой? Дурачок. Дурачок? Я услышал мелодию флейты, но теперь она напоминала свист хлыста или огонью рыбу, выброшенной на лед. Музыка трепихалась и бела по ушам. А затем ледяной терем заполнил детский плач. Перерастающий в звериный лай. Хруст костей и звук лопающей шкуры. В дребезке разбилась фарфоровая тарелка, до краев наполненной опарышами. Рыжая шуба Алисы лопнула по швам, выпустив смердящий пар. Ее искореженная морда оскалилась и вонь шибанула мне в ноздри. Лиса кричала, а кровь текла по ее щекам, будто слезы заставляли шерсть слепаться. Обысевший хвост бил позвонками о стены. Я склонил с собой плачущую сестру. Ужас венчивался в живот. Бежал по кишкам, подступая в горло. Блять, свобода, ну там, ну свобода, ну блять, развернись и убеги. В чем твоя проблема? Хотелось сорвать очки, чтобы все этого не видеть. Выдавить глаза, чтобы навсегда слепнуть. Обернувшись в сове, я вскривился от отвращения. Черви копошились в перьях ее маски. Сгнивший клюв щелкал, как садовые ножницы. Я отшатнулся едва не взрослась волка. Его морда вытягивалась, кости хрустели. Зубы торчали из гнуящихся десен, словно осколки стекла. А разбухавший язык неустанно их облизывал. Краем глаза я заметил, как медведь загородил проход. Каждый миллиметр его полой плоти сочинялся алой. Алой скровищ. Ой, бля. Давайте немного передышка. Так, краем глаза я заметил, как медведь загородил проход. Каждый миллиметр его плоти сочинялся алой скровищей. Личинки заклеили слежащие с глазами. О боже, ну чё это за слова? Я притянул Шакир ещё Олю к себе, в панике ища выход. Нога угодила в груду сладости, но это были уже не конфеты. На полу лежали человеческие остатки. Вот и Рома. Вот он, Ромка. Рёбра в лохматях мяса и выкорчёванные челюсти. Бисер зубов и заплесневевшие кости таза. Крошечные черепа и плавающие в реках крови скальпы. Есть, кости есть, спасибо, не хочу. Прикольно. Это бомбически было. Надо мной возвышается рогата уродина, сжимая в длинных когтистых руках костяную флейту. Гигантский сбросившийся обличье с торца. Козёл. Чёрный, истощающий ненависть и злобу. Он испепелял раскалёнными глазами глазищ. Его ругая царапали потолок. Лёд откалывался и таял, стекая в грязные лужи. А под ним обнажились металлические стены. Я понял, что мы обречены в тесном череве темницы, оцепленённые воющими чудовищами. И оставалось лишь крепче прижимать к себе сестру и смотреть, как сужается круг. Как мерзкие лапы тянутся из кровавого марева. По свой хозяин я разорву их на части. Я вырву их глазные яблоки и трёхну их сочащейся рады. Давай без последнего, пожалуйста. Головка от Туя. Пассия рычащего волка клацнула, словно капкан. И густая белая пена брезнула в нашу сторону. Ту же заживо гниющий медведь грубо оттолкнул бывшего собрата. Туцки, мой черёд веселится. Как же я удавился слушать их сраной гонёшь. Так, всё, вы включили маты, я так понимаю, да? Давай тоже без этого. Так, всё, мне кажется, у Оли сейчас будет травма психическая. Казалось, сейчас его морда треснет, расколется как яйцо, из которого проклянётся что-то ещё более мерзкое страшное. В оскарившись у медведя вцепилась совинные ногти, когти, крючья, не давая тому приблизиться. Оно моя, но я, вы, блядьки. Нет. Это должна была быть моя фраза, Антон. Ты чё стоишь молчишь? Покочущий зверинец свалился в кучу, барахтаясь и кишка, кишка и таланжире. Они выридрались, кусались, вырывали друг дружке кулачки шерсти и горсть перьям, готовые растерзать друг друга, как свора голодных псов из-за отвертков. Вдруг виск флейты отдёрнул их словно поводок. Хозяин стая околдовал, страшил своей дужераздирающей музыкой, вновь обратил их в неподвижные молчащие марионетки, верно ждущие команды фаз. Козёл перестал оглядывать, обгладывать флейту из берцовой кости. В последний раз смолкала дьявольская мелодия, хор лопящих младенцев, угодившись под каток. Кусок сырого челюстского мяса ошлёпнулся у моих дрожащих ног. Я жили будешь съеденным. Заманчивое предложение, но зная того, что даже если я съем, не факт того, что вы меня не съедите. Может быть... Вне себя от ужаса я обернулся на улью. Та лежала в стороне, присыпанная снегом. Вот мрак упала. Совсем как мёртвая белоснежка в мультфильме. Возможно, она потеряла сознание душераздирающего зрелища. Так, слушай, у нас хотя бы появилась возможность её спокойно унести домой и сказать, что это был всё сон. И всё будет нормально. Мне хотелось разрыдаться в истерике, сойти с ума, умереть быстро и безболезненно, прямо здесь и сейчас. Но, увы, я не мог. Я по-прежнему оставался в карме пыток. Камере пыток. Выбираем между ужасным исходом в желудках чудовищ и каннибализмом. 59 минут, я в архиге. Давайте... Шерстяные мясорубки не сводили с меня свои алочные, вечно голодные гласёнки, готовые облагодать и перемолоть все мои кости, если я посмею отказаться от предложения их хозяина. Но стоило мне согласиться, я так же, как и они, навсегда утрачу свою волю и разум. Преворачусь в вечно голодную тварь, пляшущую под дудку кровожадного безумца. И навеки погублю Олю и всех, кого я так люблю. Губы мои тряслись. Тошнота выворачивала наизнанку, но я нашёл в себе силы закричать. Никогда и ни за что! Я человек! Храбро. Эти слова могли стать моей эпитофией. Это, наверное, последние фразы человека перед его смертью. Но я понимал, что никому уже не суждено найти мои остатки. Настала гробовая тишина. Рогатая тень накрыла нас. Потому что мы дети. Внезапно Алиса метнулась к козлищу и встала между нами, крошечная на фоне огромного монстра. Хвост волочился за лисою, рисуя алый след. Блохи скакали по её спине и проступившись к костюмам. Не спеши так. Не стоит. Зайчик нам ещё пригодится. Зайчик нас покормит. Вкусненько. Для медведя и лисы. Зайчик кушать принеси. Пламя в его глаз в единицах замерцало. Замерзшие истуканы недовольно оскалились. Горноцветов сущих. Презорвать и сожрать. Санозлавить. Кожаный мешок стребувай. Заткнитесь, пустомели. Разве вы не чуете? Разве вы не помните, когда он чуть не укусил луну на снежной поляне? Людоеды замолкли, разочарованно сглатывая слюну. Алиса тем временем крутанулась и... Кстати, забавный факт. Когда мы прыгали до луны, мы перед этим съели конфетку. Запомните это. Вновь предстала милым ребёнком в маске лисицы, который я впервые представил январским утром. Она подвинулась ко мне, скользящей походкой, растворяясь весь ужас вокруг, запахом апельсинов, порохом петард и волшебством. Её ласковые лапки неждо коснулись моей щеки, убрали сниплющую прядь с моего лица. И, заключив меня в объятии, Алиса сладко зашептала. Тоша, ты хочешь спастись? Допустим. Я молча стив с му зуба, боясь отвести взгляд, чтобы не разрушить мимолетное видение. Мой милый. Скажи, ты хочешь спасти свою сестру? Допустим. Слёзы брезнули из глаз, и я заревел. Хватая лисичку за подол шубки, я продолжал всхлипывать и дрожать. Даже громче, чтобы все слышали. Да! И, понимая себя от горя, не помня себя от горя, я закричал, умываясь слезами. Глаза боли. Тут же мой рот наполнил металлический привкус крови. Опять! Чёрные пальцы лисицы пропихивали кусок человеческой глубже в мою глотку. Я упал на четверенки, давясь и кашляя кровью, не в силах срыгнуть ставшихся в горле кусок плоти. Да блин! Меня вновь обступали со всех сторон разглядывающиеся твари. Давай ты не будешь откушивать от моей сестрёнки Антона самую малость. Бурлящая злоба утопило моё сознание, и что-то чужеродное и первобытное вырвалось из меня сирепым рыком. Только попробуй, и я вырву твой поганый язык и засуну глубоко в клаку. Ты безмозглая корица! Прикольно. Антон вышел из себя. Зловещие слова ошеломлённо отпрыгнуло под улюлюкование лисы. Мой голос молкал, а затем меня сложило пополам. Изо рта брызнула рвотная каша с непережённым угощением. Палец уткнулся в меня. Оказалось, что это нож вонзился в солнечное сплетение по самому рукоятью. Твой черёд угощает вас! В смысле, мой черёд угощать вас? У вас, типа, поэтапно это происходило? Сначала, грубо говоря, медвежутка, потом сова, потом волк, потом лиса. Теперь я? Я не знаю, типа, вот так работает, такая политика, или сначала вы меня должны угостить пиздюрями, а потом я вас угощением. Как бы, мне не нравятся такие правила. Вы меня сначала перед смертью ставите, а потом говорите, что я пошёл и принёс вам что-нибудь покушать. Добудь в следующей ночи мясо, а иначе... Вот тут, кстати, проблемка. Следующая ночь-то будет опасно ходить по городу. Будет метель, будет буран. Иначе... 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 Алиса молча отступилась в тень, а козёл приблизился ко мне в зловонную пасть и прорычал. Иначе мы слили всю твою семью. Хорошо. Заметьте, Алиса реально держит своё обещание. Она сказала, что с ней мы в безопасности и с ней Оля в безопасности. И вообще, в принципе, все наши друзья в безопасности. Что сделала Алиса? Именно в тот момент, когда нам угрожало съедение от этих ёбаных зверей, она встала между нами и царём леса. Ты же у нас, да? Хозяин леса. И сказала, типа, не ешь его. Он наш друг. Потом подтвердила это. И тем самым спасла нас. То есть мы бы... Нас бы съели, нас бы разорвали. Нас бы... Но с нами бы всё сделали. Он рубанул копытом в пол и я побежал прочь, как ошпаренный, забыв про всё. Даже про сестру? Ты сестру-то хоть взял? Семь. 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 Не слой смехи. Многолос здесь. Лёд падал мне на плечи кусками. В них вымерзали дохлые грызуны. Я вырвался на волю. Туда, где сосны шевелились ветвями и посыпали снегом, словно кашевары. Сдал бревающие слюни ядства. Ветер драл мои волосы. Я повернулся и похолодел. Это был тот самый чёрный гараж. На моих глазах гараж исчез, растворился слоями. Тускнел и становился прозрачным, а потом порыв ветра смел фонтаном чёрных стен. И только сейчас я понял, что давно высвыпустил руку сестры и она осталась в логове чудищ. Ты сестру потерял? Так, блять, сестра где? На месте, где минуту назад стоял дворец, рос сугроб. Из его верхушки торчала девичья кисть, как крест из могильной насыпи. Вне себя от ужаса я бросился в сугроб и принялся расчищать снег. Под белой массой оголяясь плечо и бледная Олина личико. Ее полосеневшие губы дрогнули. Жива. Я сейчас! Я копал и умолял ее держаться. Ищ, уже дошел до живота. Холодно. Голос был слабым. Ничего. Отнесу тебя домой, согрею, шоколадом напою. Ты только не засыпай, слышишь? Ты только... Мои пальцы напоролись на что-то липкое и горячее. Я разгреб снег, он сделался красным и рыхло. Давайте даже так сделаю. Я складну. А что я мог ответить? Ниже пояса тело Оли обрывалось и с туловища вывалилось кольца кишечника. Оля склонила голову и уставилась на безобразной обрубке. Она истошно завопила. Спасибо. Вы прошли четвертый эпизод визуальной новеллы Зайчик. Искренне благодарим вас за то, что приобрели игру на раннем этапе разработки. Все собранные средства будут направлены на продолжение игры. Пропал ребенок Бяша. То есть на Ромку забили, блядь. Ромка, ну, блядь, ну, пропал и хуй снимает. А вот Бяша, ну, Бяша, Бяша. Это был конец четвертого эпизода. Белье. Бляаааа. Бляааа. Ну, ладно, там, блядь, пройдем. Ладно, не страшно, я не сохранился. Ну, это, наверное, всё Это был Зайчик, продолжим с вами В следующей серии Следующая серия будет, фиг знает когда Когда выйдет пятый эпизод, пока когда выйдет пятый эпизод Никто не знает, поэтому, ну, ждём Когда выйдет, обещаю уже сразу же В этот день, как он выйдет, сразу же записать Вам видео С меня обещание, с вас обязательно просмотр Так, вы сами знаете Где должны поставить лайк Тем более, где подписаться, с вами был Владжер Вы всем спасибо за просмотр И вы всем пока Субтитры сделал DimaTorzok